27 сентября 2014 года премьер-министр Индии Нарендра Моди на Генеральной Ассамблее ООН предложил праздновать Международный День Йоги. Я с огромным удовольствием приветствую премьер-министра Республики Индия, его превосходительство Нарендра Моди. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на другой вопрос. Когда мы обсуждаем изменения климата, когда мы говорим о комплексном здравоохранении, о единении с природой, о возрасте к основам, я хочу сказать кое-что особенное в этом отношении. Йога — наш древний, традиционный и бесценный подарок. Йога символизирует баланс тела и разума, мысли и действия, достижения и самоконтроля, а также сближение человека с природой. Она даёт комплексное видение здоровья и хорошего самочувствия. Йога — это не просто физические упражнения, но и способ создания гармонии внутри себя, а также с миром и природой. Йога нацелена на трансформацию стиля жизни. И эти знания могут помочь нам в борьбе с изменениями климата. Давайте положим начало этому направлению празднованием Международного дня йоги. С момента зарождения в Индии более 5000 лет назад до современных спортзалов, школ и парков по всему миру йога представляет собой самую востребованную практику комплексного подхода к здоровью. Йога позволяет миллионам людей достичь здоровья, баланса гармонии и реального ощущения мира и счастья внутри себя. Йога преодолевает религиозные, географические, этнические и расовые барьеры и помогает нам стать более здоровыми, спокойными и гармоничными людьми, строящими сбалансированную и мирную планету. Но что такое йога и как ее практикуют? Может ли йога дать нам гармонию с собой и с природой? Добро пожаловать в мир йоги! Каждый год в феврале тысячи людей со всего мира направляются в одно из самых священных мест Индии – город Ришикеш в Гималаях, чтобы изучить, попрактиковать и поделиться знаниями о йоге. Международный фестиваль йоги привлекает йогов из более чем 50 стран, которые в течение недели проходят мастер-классы, медитации, занятия, инициации и общаются с живыми мастерами йоги. Сегодня это крупнейшее в мире и самое глобальное событие для учителей йоги. Когда я приехала в Индию, я поняла объединяющее значение йоги. И вдруг моя йога в Индии стала не только телом, но и разумом, мыслями. Эмоциями и духом. И в Индии я начала замечать настоящую йогу, которая соединяет нас с божественным началом. Я всегда болела. Всегда. Я не знала причины. Но я решила прекратить это. Я начала заниматься йогой, и жизнь стала более яркой и осмысленной. Это моя восьмая поездка на фестиваль йоги. Я приехала учиться у мастеров, учителей, чтобы учиться, изучать, расти и развиваться. Йога для нас единство и любовь. Внутренний мир и любовь. В студенчестве у меня были некоторые проблемы со здоровьем. Я узнал о йоге. Я занимался. Я полностью восстановил здоровье. Я стал здоровее, чем раньше. Меня это поразило. И я стал изучать йогу плотнее. Но когда же все это началось? Человек всегда стремился жить в гармонии с природой. Наши потребности часто идут вразрез с тем, что лучше для планеты и других людей. На каком-то этапе долгой истории Индии желание к гармонии человека и природы развернулось внутрь самого человека. Этот внутренний путь теперь известен как йога. Истоки йоги можно найти более 5000 лет назад в цивилизации долины реки Сарасвати. Археологи обнаружили резьбу и другие артефакты с похожими на йогу упражнениями, позами и поклонами, похожими на обнаруженные позже в изображениях Пашупати, Рудры и Бога Шивы. Шива считается первым йогом, который научил человечество искусству и науке йоги. Эта связь до сих пор видна у садху, йогов и мистиков, путешествующих по Индии, Тибету и Непалу. Слово йога пришло из санскрита и стало популярным в ведический период примерно тысячный год до нашей эры. Корень слова «юдж» означает «соединять», «выравнивать» или «держать». Он означает перенастройку себя в гармонии с внутренним миром и природой. Возвращение к истокам. Философия йоги берет свое начало в философии санхи, которая описывает Вселенную в виде дуальности между Пурушей и Пракрити, или сознанием и природой. Йога была хорошо известна по всей Индии и начала появляться в ведических текстах, особенно в Упанишадах, а также в учениях буддизма и джайнизма того времени. Упанишады называют четыре типа практик йоги. Мантра, или повторение священных звуков, лая, или соединение с высшим разумом, хатха, выстраивание каналов внутренних энергий, и раджа-йога, которая также известна как тхьяна или аштанга-йога. Сегодня все мировые школы йоги могут проследить свои истоки до одного из этих принципов. Во втором столетии до нашей эры учения йоги были систематизированы в письменном виде в Йога-сутре под авторством Пантанжали. Ом. Теперь йога объяснена. Йога изменяет мировоззрение, и мы можем увидеть настоящих себя. Согласно Пантанжали, йога призвана преодолеть привязки физического мира для реализации настоящего сознания. Согласно Тайтирия Упанишадам, человек состоит из пяти слоев кож, действующих в унисон. Когда баланс кож нарушается, это приводит к болезни, дисгармонии и страданиям. Когда же они объединяются, благодаря йоге, они дают состояние полного здоровья, медитативного ума и наслаждения. Первая оболочка — физическое тело или аномая-коша. Затем идет оболочка жизненной силы — прономая-коша. Затем следует ментальная оболочка или мир разума — мономая-коша. После нее высший разум или интуиция — виджинамая-коша. И, наконец, последнее состояние существования или состояние блаженства — анандамая-коша. Прана, которая представляет собой жизненную силу или энергию каждого живого существа, движется между этими слоями и обеспечивает их связь. Для выравнивания кож и восстановления гармонии Патанджали рекомендует систему для йогов, которая называется аштанга или путь восьми ступеней. Первая ступень — это яма, которая описывает, что йог делать не должен. Вторая — ниема, то, что йог должен делать и о чем думать. Третья ступень — это асаны или использование тела для прохождения праны и успокоения разума. Это то, что большинство людей в наше время считает йогой. Четвертая ступень — пранаяма или дыхательная практика для циркуляции праны по пяти кошам. Прана — это жизненная энергия или движущая сила Вселенной, и эта практика очень важна для благополучия и баланса. И затем идет пратьяхара — самоконтроль или отвлечение чувств, сохраняющая непривязанность и баланс в жизни. Последние три ступени называют антарангами, так как они являются внутренними ступенями йоги. Эти ступени управляют разумом. Дхарана — это практика фокусировки разума на отдельной мысли или предмете. Это может быть ваше дыхание, предмет, слово или образ. Дхарана — это состояние глубокой медитации, которое достигается при очень поверхностном ощущении тела, разума и окружения, когда вы движетесь к состоянию полного спокойствия. И последняя ступень йоги — это самадхи или полностью поглощенный и спокойный разум, когда сам медитирующий, предмет его медитации и все вокруг него становится одним целым. После самадхи йоги находят кайвальям или полную свободу и ананду — чистое блаженство. Если усердно практиковать первые пять ступеней, последние три станут их результатом. И благодаря такой практике йоги приводят свои коши в состояние полной гармонии с природой и космосом. Йога — это дхьяна. Дхьяна — это начало настоящей йоги. Поэтому, когда мы медитируем, это прекрасная синергия и изменения внутри нас. Эти изменения делают человека лучше, что приводит и к улучшению общества в целом. Правительство Индии учредило Министерство АЮЖ, которое занимается древними индийскими знаниями, а также Национальный институт Мараджа Ди Саи для систематизации, сохранения, документирования, распространения и обучения классической и традиционной йоги во всем мире. Институт выдает дипломы по йоге и управляет сетью всех учителей, школ и практик в Индии и за ее пределами. Всемирная организация здравоохранения признала йогу традиционной медициной Индии, и институт получил средства для продолжения исследований и распространения знаний среди всех стран-участниц. Индия уверена, что йога принадлежит каждому. И традиционная, и классическая йоги должны распространяться по миру открытым и прозрачным способом. Стараниями института создана крупнейшая цифровая библиотека ПОС, учений, трактатов и техник йоги. За долгую историю Индии йога была частью каждодневной жизни, и в большинстве религий и философии практики йоги применялись в ритуалах и различных действиях. В средние века два великих учителя возродили практики йоги. В восьмом столетии Ади Шанкара вернул популярность Упанишат и йоги. Агаракхнат, представитель надх-сампродая, примерно в это же время возродил хатха-йогу. К восемнадцатому веку практика йоги стала более изолированной. И исчезла из жизни большинства обычных индийцев. В двадцатом столетии для йоги вновь наступил период расцвета. Йога — это подарок от Индии миру. Начиная с 1890-х, индийские учителя популяризировали йогу. Это и с вами Виве Кананда, который в 1893 году познакомил мир с Видандой и Раджа-йогой и с вами Йога-нанда, представивший Крия и Кундалини-йогу в 1820 году. Такие учителя, как с вами Шивананда, с вами Рама, с вами Сачитананда, с вами Ковалаянанда, Шри Йогендра и другие великие йоги также делились с миром глубочайшими аспектами йоги. Одним из самых влиятельных учителей йоги 20 века был Шри Кришна Мачарья, который был личным учителем Махараджи Майсура и впервые в Индии в 1930-х годах начал публично показывать хатха-йогу. Его ученики Айенгар, Потапхи Джойс и его сын Дисикачар стали тремя ведущими мастерами йоги и помогли ее распространению в мире. Школа Айенгар-йоги и Аштанга Виньяса йоги Джойса стали ведущими в США и Европе. И в 1965 году книга Айенгара «Прояснение йоги» стала первым руководством по йоге и была переведена на 17 языков. Я очень рад, что когда-то полностью забытая йога сейчас распространяется. Растет, как грибы после дождя. Как минимум, положено начало. И я уверен, что после прикосновения к чему-то большему, со временем ощущения станут более тонкими. Сегодня йога ушла далеко за пределы этих начинаний. Учителя Шри-Шри Рави Шанкар, Пуджа Свамиджи, Баба Рамди, Свамини Ранджин, Садхору Джаки Васудев и другие хранят пламя классической йоги по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На своем коврике Я думаю о множестве задач и вещей в моей жизни Когда ты на коврике Это не просто йога Йога также внутри тебя Я заметил и понял, что это может поменять тебя И сделать тебя хорошим человеком Преимущества йоги уже признаны наукой и традиционной медициной В Индии целебная сила йоги была известна многие тысячелетия И вместе с Аюрведой была важной частью здравоохранения Индии Для профилактики заболеваний Продвижения высшего состояния сознания И управления своим здоровьем для обеспечения свободы практикующих В ведущем Индийском институте неврологии Нимханс Исследование йоги, профинансированное Министерством Аюш Дало удивительные результаты Мы изучили действия йоги на мозг при помощи МРТ Отдельные участки мозга после занятий йогой улучшаются Кроме того, в некоторых случаях при повторении мантры ОМ Определенные участки мозга изменяются в лучшую сторону Когда вы повторяете ОМ или другую мантру Читаете Коран или Библию Когда вы читаете это громко Ваши уши начинают резонировать От ушей электрическая активность спускается вниз И затем начинает подниматься Поднимаясь, она вызывает успокаивающий эффект Другой ведущий Индийский институт Изучающий научную и целебную силу йоги Университет Эс-Виаса Основанный бывшим ученым из НАСА Доктором Нагендрой Зарегистрированный Центр углубленного изучения йоги И нейрофизиологии Аккредитованный Индийским советом медицинских исследований Проводит обучение йоги Регулярно публикует Международную документацию И управляет уникальным центром Исследования терапии йоги Арогетхам Клинические исследования доказали Что йога сокращает беспокойство Стрессы И заметно улучшает работу мозга И генов Я только избавился от сильной наркотической зависимости И бродил по улицам Сан-Франциско Я увидел большой знак Йога И женщину, которая проводила занятия Она начала изгибаться И согнулась до того момента Когда я подумал, что это предел для человека Но она продолжала изгибаться И это было так элегантно, сильно и грациозно И главное, что у нее было Это свобода Я был зависим и искал свободы То есть она стала реальным примером того Что я искал всю свою жизнь Это мне так понравилось Что я начал заниматься виньяса йогой Занятия йогой Дают ощущение баланса Хорошее самочувствие Счастье И свободу жить полной жизнью Поскольку все больше людей в мире Начинают заниматься йогой Мы видим начало глобального изменения сознания Ведущего к более сбалансированной И гармоничной планете Люди, занимающиеся йогой Становятся более сознательными потребителями Улучшают свои качества И заботятся о природе Это сила йоги Которая может пойти на пользу Всему миру 11 декабря 2014 года ООН приняла резолюцию О назначении 21 июня Международным днем йоги Эту резолюцию поддержали 177 наций Это рекорд в истории ООН Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok